Приветствую вас, я хотел бы рассмотреть ваш вопрос в нескольких аспектах. Первый аспект будет касаться, собственно, вашего вопроса, а второй аспект будет касаться непосредственно дополнительной информации, которую я хотел бы вам предоставить для того, чтобы вы имели несколько, ну, более полное представление о том, как обстоять дело. Значит, безусловно, болезнь шизофрения, да, не является приговором, то есть человек может снижить, вот, девушка умна адекватно, я думаю, что при вашей поддержке и при психологической работе, вот, хотя бы в периодической психологической работе. Вот у неё есть все шансы на то, чтобы всё получилось, на то, чтобы жить нормальной здоровой жизнью, вот, и так далее. шизофрения, конечно, не лечится, но прекрасно купируется как препаратами, может, ну, препаратами психотерапевтическими, да, вот, так и прекрасно купируется, как бы это сказать, прекрасно купируется психотерапия, вот, то есть существуют методы, психотерапевтические методы, вот, которые, в принципе, можно использовать для работы с больными с изопрением, вот, и здесь, на мой взгляд, проблем никаких нет. Вот, это вот то, что вам важно для себя понять, уловить, что вам важно уловить для себя, именно в этой истории. Конечно, пишут очень много, вот, и всякого, но, во-первых, каждый человек индивидуален, вот, у каждого человека есть своя история, у каждого человека своя, собственно, форма, болезни имеют место быть, и, соответственно, до тех пор, пока человек жив, живёт и надежда, живёт и надежда, вот, так что здесь, мне кажется, всё совершенно очевидно. Девушку вписывать за счетов ни в коем случае нельзя. А, значит, обратите внимание, вот, на то, что я хочу вам сказать. Значит, смотрите, почему вы познакомились с девушкой через интернет, или... да ещё и с девушкой их, у которой есть, ну, диагноз определённый. То есть, в интернете знакомятся люди, как правило, которые имеют определённые, ну, проблемы с постоянным отношением в реальной жизни. Вот. То есть, у меня здесь к вам вопрос, да, именно, вот, вопрос такого типа, да, у меня к вам вопрос именно такого типа, как... что привело вас, что привело вас в интернет, вот, конкретно, вот, конкретно, что привело вас в интернет, что вы хотели... Что у вас не получилось в реальной жизни, вот, почему вы выбрали именно интернет для реализации своих, значит, вылазит. Вот. Это первое, да? А второе, второе. Значит, что, что вас с девушкой объединяет, давайте вот так скажем. Что вас с девушкой объединяет, конкретно, только. То есть, что между вами общего, и насколько это общее, а, крепкое, фундаментальное, и так далее. Вот, тоже очень важный момент. И это мы хотим понять, а, природу ваших отношений. Дальше. Вы пишите, да, что вам девушку жаль. Так, я вот, сейчас. Это найдете так, а, значит, ээээ... Так, мне крайне жаль этого человека, вы мне можете доказать, что он достоин, ээээ... Счастье и может быть счастливым. Аналогично, впрочем, людям. Посмотрите, у вас любви к ней нет. По крайней мере, бога. Так вы пишите, что любви у вас, ну, вот, исходя из того, что вы написали, да, у вас нет ни любви. Исходя из того, что вы написали. Вам не жаль. Вам хочется ей помочь, вам хочется её спасти. Жалость и игра спасения очень плохой советник, очень плохой мотиватор для отношений, в принципе. Потому что жалость – это превосходство. Это стремление к превосходству над другими. С учетом того, Илья, что вы пришли в интернет для знакомства с девочкой, вот, с учетом данного аспекта, мне кажется, что вполне уместно будет задать вам вопрос, насколько вы в себе уверены. Вот, ну и, соответственно, уверены ли вы в себе, вот. Потому что если нет, то если вы в себе не уверены, то я боюсь, что это весьма и весьма существенная проблема для ваших отношений. Потому что нельзя только жалости быть с человеком. Нельзя. Вот. Я надеюсь, что вы данный аспект для себя выявите. То есть, понимаете, вы сравниваете девочку, да, сравниваете её с другими людьми. Хотите доказать, что она достойна счастья и так далее. Но правда заключается в том, что она не нуждается в том, чтобы вы доказывали что-то. Например, кому-то. Правда в том, что ей нужен мужчина, ей нужна любовь. Как и любой, в общем-то, девочка. И если вы не можете ей этого дать, а у меня есть такие, у меня есть сомнения, сомнения насчёт этого. У меня есть сомнения насчёт того, что вы ей этого дать не можете. Если вы не можете ей этого дать, то лучше не вступайте с ней в отношения, не давайте ей, ну, как бы, надежду. Вот. Надежду на то, что она, может быть, встретила того мужчину, который её принял, соответственно. Полюбил, да? Вот. И так далее. Вот. Не нужно. Если же вы готовы отказаться от дражности к ней, и готовы её применять к ней, всё, чтобы вы применяли к любой другой девочке, то в таком случае, опять же, не рекомендую вам делать каких-то подпешных выводов. То есть, сперва нужно всё-таки встретиться. Сперва нужно встретиться и... Повзаимодействовать вживую. То есть, мне кажется, что вы слишком торопитесь с выводами. Вот. То, что девочка торопится, это понятно. Она торопится, у неё, может быть, есть потребность, она боится вас потерять. Вот. И... И тогда... Вот. Это нормально. Вот. Но вам нужно сохранять, как бы, насурик, да? Вот. В голову... А-а-а... Холодную. Вот. Не спешить, не торопиться. И... Всё... Примято решение, все... Э-э-э... Крайне... Крайне взвешено. И обдуманно-обдуманно. Потому что... Боль вы можете причинить, ещё раз повторю... Э-э-э... Ей. Вот. А это... Может стать для неё... Э-э-э... Ну... Печальным. Очень печальным фактом. Вот. То есть, здесь нужно быть осторожным. Вот. То есть, пока вы не уверены в своих чувствах, лучше ей об этом... Соответственно... Так и говорить. Вот. Что я не уверен, пока в том, что я чувствую там... И так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, не бойтесь честностей. И честностей в данном случае это... Здорово, это прекрасно, это... Это круто. Вот. И честностей, в принципе, никому ещё... Никогда не вредило. Вот. Э-э... Конечно, бывает очень... Тяжело... Её соблюдать. Честно, бывает тяжело её следовать. Но если вы действительно хотите, чтобы у девушки всё получилось, и у вас тоже всё получилось с ней, то я рекомендую именно на это обратиться. Внимание. Самое пристальное. Вот. То есть, надеюсь, что... Данный... Данный аспект... Вам... Понятен. Надеюсь, что данный аспект... Вам... Понятен. Надеюсь, что данный аспект вам... В отношениях... В отношениях... С... Эм... С... Эм... Второе. Ваши... Возможные... Проблемы. Вот. Э-э... Если... Таковые имеются... У вас. Вот. Всё это... Нужно... Безусловно... Корректировать. Вот. Ну, а так... А так... А так... Если... Девушка, как вы говорите, умная, да? Если девушка, как вы говорите... Эм... Всё, как... Всё, как бы... Понимает... Эм... Всё знает... Вот. И я думаю, она не откажется от... Эм... Периодической терапии... Эм... Психотерапии... И так далее. То есть, из линии она... Эм... Ещё раз повторю. Да? Она не лечится. Вот. Но она... Хорошо так... Эм... Купируется и поддаётся контролу. Со стороны... Психотерапевта. Вот. Так что... Здесь... Мне кажется... Что... Всё будет хорошо. Вот. Ну, понятно, что... Потребуются... Эм... Усилия. Понятно, что... Потребуются какие-то регулярные усилия. Это всё понятно. Вот. Но это... На мой взгляд, это... Эм... Ничто... Вообще. Вот. А... По сравнению с тем, что вы можете быть вместе. С... Вот. Вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Всё. Ещё раз. Эм... Категорически... Эм... Категорически... Эм... Предстригаю вас от того, чтобы её жалеть. Вот. Жалость... Эм... Эм... Это не... То... Что может... Эм... Ей... Помочь. Вот. Никак. Абсолютно... Эм... Эм... Жалость ей... Не поможет. Не ваша, не... Чья-либо ещё жалость. А ей не поможет. Просто жало... Жалость здесь действует... Исключительно, только лишь деструктивно на человека. Вот. Она его... Подавляет. Она его... Принижает. Она его обоценивает. Вот. И самое главное... Случит... Соответственно... По благо... Тому, кто жил её. Вот. Вот это такое вот... Своего рода... Лицемерие на этом фоне... Может развиваться... Парановит наше время... Когда... Человек... Начинает везде видеть... Некую такую... О... Угрозу... Вот. Что? Угрозу... Я имею ввиду... Угрозу себе... Да? Угрозу именно... Со... Со стороны... Ммм... Других людей... Которые... Человеку угрожа... Угрожают... Вот. То есть... Тут вот этого вот... Нужно... Избежать. А что касается всего остального, то... Здесь я, в принципе, вам уже всё сказал. То есть... А... Вы будете... Большим молодец... Большим молодцом, если... А... Не испугаетесь... Как бы... Диаг... Диагноза... Девочки... Вот... Но только в том случае, если эти отношения будут... Действительно истинными... Вовсе не одно время, но... Какое-то такое... Именно жалости... Потому что там ещё жалость... Никогда ничего хорошему... Не приводит. Ну чё ж... На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. А... Получилось и так... И так, в принципе... Достаточно много. Вот... Я бы с огромным удовольствием... Поработал бы и с вами. Если у вас есть... Какие-то проблемы... С уверенностью в себе... И так далее. С ещё большим удовольствием я бы поработал с девочкой. Помог бы ей... Вот... Поддерживал бы её... Ну как... Как психолог... На её... Пути... Вот... Ну то есть... Это называется... Сопровождение, да? Я бы спровождал бы... Её... Вот... Ну а здесь, конечно, очень многое зависит от вас. Да? То есть... Если вы... Хотите... Если вы готовы... Если вы настроены серьёзно... Всё это... Всё это реально. Всё это реально. Если нет... То... Ну... Соответственно... Нет... Ну в таком случае... Ладно. Ничего... Ничего как бы... Страшно... Это ваш выбор. Вот... Ну и девочку... В таком случае... Тоже... Не обманывайте. Да? Вот... Точнее не вводите в заблуждение. Наверное лучше сказать будет так. Потому что обман это уж... Слишком... Жестко. Мне кажется. Вот... Не вводите её в заблуждение. Просто... Скажите её как есть. Вот... И... Советственно увидите... Что она вам... За это будет... Только лишь... Благодарна. Вот... Ну как в принципе и любой человек. Если с ним честный. Потому что... Любая правда... Лучше... Лжи. Ну... Вот... Вот... В принципе... Так мне видится ответ на ваш вопрос. На этом всё. Я надеюсь что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы. Какие-то... Пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго. И удачи.